Исцеление 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 Что двигаться в дарах Духа Святого Могут не только пасторы, но все верующие люди Члены церкви Но нужно иметь здравое обучение Здравое учение, подготовку И люди подготовленные Будут допускаться до служения Это важно Мы пятьдесятники, мы верим в дары Святого Духа Здесь есть христиане Пятьдесятники есть, слава Иисусу Сороковой стих Сорокового стиха Хочу поговорить сегодня с вами о Лазаре Мне нравится это чудо, мощное вообще Чудо исцеления, воскрешения, Лазаря И я верю, Господь желает, чтобы мы поразмышляли с вами Десятая глава, сорокового стиха Начнем И пошел опять за Иеродан на то место Где прежде крестил Иоанн и остался там Многие пришли к нему и говорили Что Иоанн не сотворил никакого чуда Но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно И многие там уверовали в него Был болен некто Лазарь Из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее Мария же, которой брат был болен, была та, которая помазала Господа миром И отерла ноги его волосами своими Сестры послали сказать ему Господи, вот кого ты любишь, болен И Иисус, услышав то, сказал Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей Да прославится через нее Сын Божий И Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился После этого сказал ученикам Пойдем в Иудею Ученики сказали ему Рави, давно ли Иудей искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается Потому что видит свет мира сего А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним Сказал это и говорит им Потом Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его Ученики его сказали Господи, если уснул, то выздоровеет И Иисус говорил о смерти его А они думали, что он говорит о сне обыкновенном Тогда Иисус сказал им прямо Лазарь умер И радуюсь за вас Что меня не было там, дабы вы уверовали Но пойдем к нему И тема проповеди Давайте назовем ее так Лазарь иди Лазарь иди А вот коротко я хочу просто поделиться этим посланием Перед тем, как мы будем молиться Смотрите, мы Когда изучаем вот эту историю Я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты Мы можем обнаружить, что Люди, которых любит Иисус Сталкиваются с серьезными проблемами в своей жизни Люди, которых любит Иисус Здесь, обратите внимание, здесь так Неоднократно подмечено, что Иисус, он как бы особенно любил Марфу, Марию и Лазаря Иисус называет Лазаря другом Оказывается, что Иисус любит не только 12 апостолов Не только сильных помазанников Но Иисус любит каждого дитя Божия Ты веришь в это? Иисус любит Марфу, Марию и Лазаря И они не были в апостольской команде Они не были в команде сильных служителей Но подмечено, что Иисус любил Марфу, Марию и Лазаря Но несмотря на это, пришла беда в их дом Пришло горе, пришло несчастье И мы видим здесь, что Немножко не совпадают ожидания этих людей Сестер Лазаря Их ожидания были, знаете, какие? Они послали записку Они послали человека Иисус, приди Помолились, образно говоря, первый раз И они ожидали, что Иисус бросит все дела И как скорая помощь Знаете, как скорая помощь или пожарный ездит, да? Они включают сигналку И все расступаются Потому что это срочное дело Марфа и Мария, они думали, что сейчас Иисус Он бросит все дела Сядет на коней там На ослоб И просто быстро, быстро, быстро Придет и исцелит Лазаря Потому что они знали, Иисус же любит Лазарь же друг Как иначе? Конечно, Иисус должен очень быстро прийти И исцелить Лазаря Но Иисус задерживался И по этой причине у них в сердце Начали возникать такие упреки Или обиды, какие-то разочарования И мы читаем это И мы видим в этом тексте Что Мария и Марфа, они говорили Господь, ну если бы ты был здесь Вот когда это только начиналось Когда эта проблема Она еще не была такой серьезной Вот она как только начиналась Когда появились только первые симптомы Вот если бы ты был здесь, все было бы хорошо То есть, другими словами Иисус, ты виноват Понимаете, да? То есть, человек, вот мы так устроены Что у нас что-то, знаете Не совпадая с нашими ожиданиями Мы склонны искать виноватых Искать причины И даже обижаться на Господа Возникает вопрос Почему Бог допустил? Почему вообще Бог допустил болезни? Почему Бог допускает зло? Почему Бог допускает войны? Почему Бог допускает трагедии? Почему Бог допускает смерти верующих людей? Хорошие люди страдают В дома верующих людей порой приходит горе почему, 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 почему? Вы когда-нибудь задавались таким вопросом? Вы когда-нибудь спрашивали Бога, почему? И знаете, мы слышали в проповедях, и где-то мы это понимаем, что Бог, Он контролирует все, мы поем это в песнях, что все под Его контролем, все под Его властью, что Бог никогда не опаздывает. Мы это знаем, мы это понимаем, но когда с нами лично что-то случается такое, у нас возникает этот вопрос, Господь, почему? Драгоценные, когда мы, случалось, ждем автобус на остановке, ну или поезд, электричку, трамвай, троллейбус, самолет, и рельс задерживается. Вы попадали в такую ситуацию, что рельс задерживается? И вам говорят, что рельс задерживается, но он не отменяется. Твой транспорт придет. Тебе нужно ждать. А на остановке может быть холодно, может быть дождь или мороз. И вот вы стоите на этой остановке, вы преодолеваете эти условия нехорошие, погодные, и вы ждете. Вы знаете, что придет момент, и ваш транспорт, ваш автобус, ваш троллейбус, он все равно придет. И вы дожидаетесь вот этого момента. Таким же образом нам нужно ожидать от Господа. Нам не нужно опускать руки. Нам не нужно обижаться на Бога. Нам не нужно разочаровываться, потому что не всегда мы будем все понимать. И когда нам кажется, что Иисус, Он должен был бросить все и быстро прийти по первой же просьбе и по первой же молитве, очень часто этого не происходит. Но это не потому, что Он тебя разлюбил. Это не потому, что Он тебя забыл. Это не потому, что Он тебя не хочет помочь. Это не потому, что твоя молитва не услышана. Мы никогда не будем знать всего, что происходит на небесах. Его мысли, Его планы порой нам не открыты. И возникает еще вопрос. Господь, первый вопрос, да, почему ты допустил? А второй вопрос, а почему ты опоздал? Видите, мы видим, что в сердце Марии и Марфы был этот вопрос, а почему ты опоздал? Когда Он пришел ко гробу, Ему говорят, уже четыре дня, уже поздно. Да уже хватит, да мы уже похоронили. Да уже все, давай, уже не обнадеживай нас, Господь. Уже все, поздно. Уже ничего нельзя изменить, уже смердит, трубный запах ты чувствуешь. Это значит, что точка, уже нельзя ничего изменить в этой ситуации. То есть Иисус, ты опоздал. Бог, мы верили, мы ожидали, мы молились, мы постились, мы хотели, мы просили, но ты не успел. Все. Точка. Ничего нельзя поменять. Это тоже упрек. А теперь давайте мы вернемся к сороковому стиху. Где был Иисус Господь? Где Он был? В то время, когда Лазарь умирал. Написано, смотрите, в сороковом стихе десятой главы мы начали с этого, что Он опять пошел за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн и оставался там. И пришли к Нему и говорили из сорокового стиха. И многие там уверовали. Есть такое место, братья и сестры, оно называется там. Скажи, там. Вот смотрите, Иисус, Он не подался панике, Он не подался эмоции. Наверное, дьявол поступал к Нему и говорил, Иисус, давай беги, бегом. Давай все бросай. Иди. Там твой друг, он болен, он умирает. И, наверное, была такая борьба податься эмоциям. Ведь Он же любит. Ведь Его друг умирает. Надо же пойти и срочно помогать, выручать. Но написано, что Иисус оставался на том месте. Он оставался там. Это то место, где однажды Он принял водное крещение. Это то место, где однажды Он пережил помазание Святого Духа. Это то место, где были открыты небеса, и Отец говорил к Нему. Иисус оставался на том месте, потому что Он ожидал водительства Божьего. Драгоценные наши жизни есть место, которое называется там. Я верю, что сегодня мы на том месте, где Бог открыл небеса. Я верю, что мы правильно сделали, что пришли в Дом Божий, потому что на этом месте Бог будет говорить тебе сегодня. Иисус, Он не подался эмоциям, просто чувствам. Он оставался на том месте, потому что Он ожидал, что скажет Отец. Он ожидал, что скажет Отец. Братья и сестры, христиане, это люди, которые имеют общение с Отцом. Здесь есть христиане. Отец будет говорить тебе, где ты на правильном месте. Это место, которое называется там. Там Бог будет тебе говорить. Там Бог будет открывать тебе стратегию, видение. Это правильное место. А Его чувства, Его человеческие желания, Его любовь к Лазарю, к Марфе, к Марии, она Его побуждала к тому, чтобы пойти туда. Но в духе Он понимал, нужно оставаться на том месте. И Он ожидал. И знаете, интересно, в 42-м стихе написано, что Он не просто там в тайной комнате был, ожидал откровения от Господа. Написано, что там многие в Него уверовали, там спасались люди. Когда ты на правильном месте, когда ты понял, что это за место, которое называется там, и ты находишься там, там будут спасаться люди, скажи аминь. Там Бог будет тебе говорить, скажи аминь. Там будут открыты небеса. Ты должен понять, где это место, которое называется там. Не подавайся панике, страху, эмоциям. Не позволяй чувствам твоим вести тебя. Оставайся на том месте, которое называется там. Потому что помазание Святого Духа научит тебя, что тебе нужно делать дальше. Это очень важно. Он два дня ожидал от Господа. В это время Лазарь уже умер. Потому что, когда он пришел, уже было четыре дня. Он заболел, послали. И когда Иисус пришел, уже было четыре дня. И когда он умер, Иисус пошел. И он говорит странные слова, я радуюсь. Ученикам говорит, я радуюсь за вас, что я был на этом месте. Почему? Потому что, чтобы вы уверовали. Я верю, когда он был на берегу реки Иродан, Бог говорил к нему, отец сказал, я воскрешу Лазаря. Ты придешь, ты позовешь его по имени, и он выйдет из гроба. Иисус увидел это. Поэтому, когда он был у гроба, он помолился, ну, короткой молитвой, сказал, отец, я мог бы и не молиться, да, ну, смысл такой, я мог бы и не молиться, я знаю, что ты меня слышишь, мы с тобой имели хороший разговор на том месте, которое, как называется, там. На том месте уже был разговор, а Иисус уже знал, что будет. Иисус знает, что сегодня будет. Иисус знает, что будет в это воскресенье. Иисус знает, кто сегодня исцелится. Иисус знает, какие будут чудеса. Иисус знает уже все. И ему это было открыто на берегу реки Иродан. Поэтому, когда он шел, он шел не эксперименты делать, он уже знал, что будет. И поэтому, когда он помолился, такой, короткой молитвой. Поэтому мы не должны думать, что мы услышаны при многословии. Что нам надо как-то понятнее Богу все объяснить, нашу ситуацию. Что нам нужно как-то красиво помолиться, или громко помолиться, или тихо, смиренно помолиться, или много помолиться. Дело не в этом. Важно иметь откровение, понимание Божьей воли, что Бог хочет делать. Если у тебя есть это слово о твоем исцелении, что ранами Иисуса мы уже исцелены, у тебя есть этот голос Божий уже, у тебя есть уже это откровение. Ты стой на этом слове, и ты увидишь как оно осуществится и исполнится в твоей жизни. Поэтому если молились за тебя уже, а чудо не произошло, это не повод расстраиваться, обижаться, огорчаться на Господа. Бог не забыл тебя, Бог не оставил тебя. Тебе нужно продолжать верить, и сегодня мы будем продолжать молиться за тебя. И некоторые сегодня получат исцеление. Я не могу обещать, что все сто процентов сегодня получат исцеление. Но я хочу сказать, братья и сестры, каждый может сегодня получить исцеление. Но я хочу сказать, что ранами Иисуса Христа мы уже все исцелились. Разве Бог не проговорил тебе это в сердце? Разве у тебя нету этого слова? Если оно есть, то оно основание для того, чтобы ожидать сегодня чудо. Помню в 2001 году я закончил библейскую школу. И было собеседование, и с кем учился, направили в служение. А мне поручили охранять базу. На силу и христианская база была. И вот. А я хотел служить на миссию церкви открывать, проповедовать Евангелие. И помню, к Эдуару Анатольевичу постоянно подходил, куда-то просился. Эдуар Анатольевич просил, а ты где? Я говорю, я на силуе там, сторожем. И пастор Анатольевич говорит, ну и оставайся там. Я остался там. И знаете, а мне хотелось служить, мне хотелось творить великие дела Божьи. Я хотел на миссию, я хотел церкви открывать, но мне было сказано оставайся там. И знаете, я оставался там и на том месте. Бог дал откровение и началось служение бездомным людям. Я начал ходить в это служение и заниматься с бездомными. Рипцентр там образовался. На том месте, там. И на том месте, на той базе я встретил однажды свою будущую жену. На том месте, которое Бог определил. На том месте. И Бог, Он просто начал делать все в свое время. Я понял, как важно ожидать движения Духа Святого. Как важно быть в послушании к Господу. Как важно, я извиняюсь за выражение, не дергаться, не поддаваться панике, эмоциям, своеволею, каким-то человеческим амбициям. Как важно оставаться на правильном месте и ожидать водительства Божьего. И следующее, что я хочу сказать. Смотрите, кто мог помочь Лазарю в той ситуации? Ну, представьте себе проблема, да, четыре дня во гробе. Никто из нас не находится в такой проблеме сегодня? Четыре дня во гробе. Никто из нас не находится в такой проблеме? Четыре дня во гробе. Четыре дня уже сердце не бьется. Четыре дня мозги не работают. Четыре дня ноги не ходят, руки не двигаются, печень не работает. Четыре дня сердце не стучит, печень все умерла, смердит, все. Начался необратимый процесс разложения за четыре дня. И вот этот запах трупный, он уже выходит из этой могилы, и он вызывает абсолютно тотальное неверие в жизни людей. Лазарю никто не мог помочь, потому что ни у кого не было веры в тот день. Есть ситуации, где только Иисус может помочь. Есть проблемы, которые только Иисус может изменить. Мы не могли сделать ничего для спасения нашей души. И никто не мог помочь нам. Иисус пришел на эту землю, и Он сам все сделал. Он умер за твои мои грехи. Он пролил свою драгоценную кровь. Только Иисус Христос. Я читал такую историю. Один мужчина купил машину, автомобиль Ford, хорошую машину. Давно это было. Он купил машину, радуется. И вот что-то с машины едет, она что-то забарахлила. Он остановился, не едет машина. Открыл капот, стал смотреть, изучать, понять не может. И подходит мужчина какой-то в возрасте, такой дедушка, и говорит, молодой человек, может быть, я могу чем-то помочь, подсказать вам. А мужчина говорит, да ты что, дедушка, ты, это современные машины, ты, как ты мне можешь помочь. А дедушка говорит, молодой человек, знаете, как меня зовут? Меня зовут Генри Форд. Я создал этот автомобиль. Я его придумал. Тот, кто придумал автомобиль, если с ним что-то не так, тот, кто его создал, он всегда знает, как помочь. Драгоценный Бог сотворил наши тела. Он сотворил наши органы. Писание говорит, что Он соткал нас в утробе матери. Он сотворил наши тела. Он знает, как нам помочь. Он знает, как дать тебе новую почку, новую печень, новое сердце. Насчет мозгов. Ну, я тоже верю, и мозги новые. Мышление новое. Мышление. Скажи, мышление. Бог может все изменить. Он сотворил нас. Он создал нас. Он творец, создатель. Он архитектор. Он инженер твоего и моего тела. Он знает, как заменять все эти запчасти внутри нас. Эту электронику внутри нас. Этот бензобак внутри нас. Что там у нас есть? Он знает, как все изменить в нашем организме, в нашем теле. Ты веришь в это? Здесь есть христиане. Верующие есть люди. Слава Иисусу. Для него несложно. Представьте, Лазарь четыре дня, за четыре дня. Полный процесс разложения. Органы умерли все полностью. И интересные чудеса Бог делает. Я недавно молился в одной церкви за людей, и молодая девушка подошла. И я стал молиться за нее. Спрашиваю, что у вас? Она закрытыми глазами стоит. Она говорит, я слепая. Я говорю, а вы верите, что Бог может открыть ваши глаза? Она говорит, да, я верю. Он их откроет. Я помолился. Как бы я хотел сейчас засвидетельствовать? Братья и сестры помолился, глаза открылись. Но, к сожалению, не могу так сказать. Я помолился. Но знаете, что в тот день были чудеса, были исцеления. Но я впечатлился верой вот этой девушки, которая была слепая, и она верит, что Иисус открывает глаза. Бесплодные женщины, которые не могут просто физиологически иметь детей, они беременную рождают детей. Бог открывает глаза слепых людей, и люди, которые имеют онкологию на последней стадии, они также исцеляются. Я читал в книжке у Йонг Гичо. У них было такое чудо. Женщина в Корее, в Южной Корее, у нее обнаружили 52 вида онкологии. Представьте себе. Я даже не могу представить 52 вида рака, онкологии по всему телу, все тело в метастазах. Из-за нее молились много времени, молились, молились, молились. И однажды, драгоценное, ее тело, оно полностью очистилось. И эти два 50 вида онкологии, они полностью оставили ее тело. Это наш Иисус, только Он может это делать. Слава нашему Господу. Он творит чудеса. Для Него нету ничего невозможного. Он воскрешает мертвых. Братья и сестры, мы верим, что однажды мы воскреснем из мертвых. Христиане должны в это верить. Здесь есть христиане. Ты веришь, что ты воскресишь из мертвых. Ты веришь, что Бог даст тебе новое тело. Кто верит? Скажи, Бог даст мне новое тело. Знаете, и когда в день пришествия, Писание говорит, что в день пришествия наши смертные тела преобразятся за одну секунду. Мгновение ока. Мгновение ока, это даже меньше, чем одна секунда. Это быстрее, чем секунда. Твое тело, мое тело, оно преобразится и станет нетленным за полсекунды. Ты в это веришь? Бог, который преобразит наши смертные тела за одну секунду. Бог, который создал наши тела, разве ему сложно исцелить тебя от твоего диагноза? Поэтому своими устами никогда не говори никогда. Не говори никогда, что ты никогда не исцелишься. Никогда не говори, что ты никогда не станешь благословенным. Никогда не говори, что ты никогда не женишься и не выйдешь замуж. Никогда не говори своими устами, что у тебя не будет детей. Никогда не говори своими устами, что ты не избавишься от твоей бедности. Никогда не говори своими устами, что ты никогда не победишь искушение твой грех. Никогда не говори своими устами. Знаете, что иногда лучше молчать, чем говорить слова неверия. А это смертный, трубный запах. Он на тебя влияет. Ощущение твоего тела, твои симптомы, они как смердящие и вот этот запах, они влияют на тебя. Тебе так сложно верить. Но я хочу сказать сегодня в Духе Святом, пусть Лазарь твой оживет, пусть твоя вера оживет, пусть твоя мечта оживет. Бог порой допускает нам проходить через ситуацию такую, что нету больше надежды. Умерла надежда. Знаете, да, что надежда последней умирает. А порой Бог допускает, что человеческая надежда, чтобы она умерла, надежда. Надежда на врачей, на медицину, надежда на человека. И очень часто, когда нет возможности уже надеяться на что-то, мы приходим к такому состоянию, что мы можем уповать только на Господа. И мы начинаем говорить Богу, Бог, только ты силен мне помочь. Иисус, только ты силен оживить мое тело, ты силен изменить мою жизнь. Аминь. Только Иисус, только Бог. Никто не мог помочь Лазарю. Никто не мог верить в его воскрешение. Иисус сам все сделал. И он пришел к этому гробу. Знаете, он не отваливал камень. Он не заходил туда, в гроб. Наверное, мы ожидаем, что, Иисус, ну, ты отвали камень, ты как бы войди в мою ситуацию, ты войди в мой гроб, в мои обстоятельства, ты приди ко мне в дом, ты приди, а ты вмешайся. Но интересную стратегию получил Господь Иисус на том месте, которое называется, как, не забыли? Там. Там. Он получил стратегию. Там. Что нужно делать? И он сказал ученикам, отвалите камень. Оказывается, Иисус использует учеников. Сегодня мы здесь ученики. И Господь дает задание ученикам отваливать камни, развязывать Лазаря, освобождать. Это помазание Святого Духа. Это юбилейный год. Отпускать измученных на свободу. Проповедовать пленным освобождение. Слепым прозрение. Это лето Господнее, благоприятное. И Бог дал ученикам, Иисуса Христа, Бог дал власть церкви, отпускать измученных на свободу. Поэтому сегодня, служители, пасторы, ученики на этом месте, мы будем применять эту власть. Мы будем освобождать, и мы будем молиться за исцеление. Мы будем делать некоторые вещи. Это Божья стратегия. Поэтому, кто думает, что Иисус должен прийти и освободить меня от дьявола, Он дал задание ученикам Иисуса освобождать тебя от дьявола. Он дал задание ученикам освобождать тебя от бесов. Он дал задание ученикам исцелять твое тело. Он дал задание ученикам молиться за тебя. Он будет действовать через служителей. Он будет действовать через учеников. И когда ты придешь на это место, когда будут руки на тебя возлагаться, ожидай. Это стратегия Иисуса. Это то, что Бог будет использовать. И через эту стратегию ты будешь переживать свое чудо. Здесь есть христиане. Ты веришь в это, что так будет сегодня. Иисус сказал, Лазарь, выходи. Я хотел бы за минутку-две продемонстрировать. Георгий, подойди. Я хочу просто, чтобы мы увидели наглядно. Помогите, свяжите Лазаря. Вот туда иди. Смотрите, что такое гроб в Израиле? Это пещера. Помните, да? Это пещера. Часто это такая, знаете, семейная такая гробница. Там были кости, тела усопших людей, родственников. Не знаю, там на полочках или где-то они лежали. И вот Лазаря положили туда. Там были и другие трупы. И почему-то не все вышли в тот день из гробницы. Но Лазарь вышел. Слава нашему Господу. Ну, вот смотрите. Смотрите, Иисус сказал, Лазарь, знаете, мертвый во Христе однажды услышит голос Иисуса, и я живу, скажи аминь. Однажды мы услышали голос Иисуса, и мы, духовные мертвые, мы с вами ожили. Но что происходит? Мы живые, бывает, но мы еще чем-то связаны. Мы еще чем-то ограничены. Лазарь, он уже живой. Он уже услышал голос Иисуса. И он собирается идти. Но бывает не так просто совершать эти шаги. Бывает не так просто приближаться к Иисусу. Бывает не так просто ты голос Божий слышишь, но тебе сложно идти. Тебя что-то связывает с твоей старой жизнью. Эти погребальные вещи. Да еще и трупы рядышком отговаривают. Ты куда собрался к какому-то Иисусу? В какую-то церковь пошел. Мы трупы, мы должны лежать. Но, Лазарь, ты готов? Иди! Лазарь, иди! Лазарь, иди! Лазарь, иди! Лазарь, иди! Слава Господу! Ученики, развяжите его. Халлелуя! Халлелуя! Драгоценные! Как ты можешь веровать? Действуй! Осуществляй! Двигайся! Иди к Иисусу! Приходи на это место! И ученики... Драгоценный Лазарь! Будь благословен! И ученики имеют власть развязывать сегодня. Ты уже рожден свыше. Здесь есть христиане. Ты новое творение. Ты уже дитя Божье. Ты уже не мертвый. Ты живой. Бог тебя благословил. Бог записал твое имя в книгу жизни. Но, возможно, в твоей жизни есть вещи, которые ограничивают тебя и связывают. Бог знает, как тебе помочь. Он будет действовать через своих учеников. Когда мы будем молиться, мы будем возлагать руки. Это Божья стратегия. Это движение Святого Духа. С твоей стороны нужно совершать шаги. Ты слышишь Божий призыв. Не оставайся в огробе. Не оставайся связанным. Не оставайся ограниченным. Ты можешь немного верить. Ты можешь немного ходить. Ты можешь немного молиться. Ты можешь немного поклоняться. Никакие бесы не смогут тебя освободить. Никакие бесы не смогут тебя остановить. Ничто не может тебе помешать, если ты собрался идти к Иисусу. Может быть, ты не видишь Его, но ты слышишь Его голос. Как Он тебе говорит? «Иди, Лазарь, иди, Лазарь, иди, Лазарь, иди, Лазарь, иди». И ты придешь на особенное место, где ты получишь свободу, и ограничения будут удалены из твоей жизни. И твой запинающий грех, он тебя оставит. Твое пьянство, твоя наркомания, табакокурение, твой блуд, твое неверие, твоя апатия, усталость, уныние оставит тебя, Бог освободит тебя сегодня от всякой немощи и от всякой болезни. Это делает Иисус через своих учеников, через верующих людей, через христиан. Здесь есть христиане. Мы будем молиться сегодня и ожидать от Господа. Я хочу помолиться. Оставайтесь на своих местах общей молитвой, и затем мы будем поклоняться Господу и принимать Божью силу, и принимать свое исцеление. Господь, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе за эту привилегию, быть сегодня в служении, Господь, и служить народу Твоему, братьям, сестрам. Господи, Ты знаешь проблемы, кто чем связан. Господь Боже, спасибо Тебе, что однажды Ты дал нам эту благодать услышать Твой голос. И мы родились выше, мы ожили во Христе Иисусе. Спасибо Тебе, Господь, что Ты оживотворил нас, и Ты дал нам Святого Духа. И Господь, Твой Дух Святой в нас, и Господь, Твой Дух Святой, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, оживотворит сегодня наши смертные тела Духом Святым, живущим в нас. Мы верим, Господь, что сила воскресения, которая воскресила Лазаря, посредством которой и Ты воскрес из мертвых, она дана сегодня церкви. И мы верим, что Бог могущественной силой может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем в церкви через нас, в нас сегодня, в этот воскресный день. Ты силен сделать больше того, о чем мы просим. Ты силен превзойти все наши ожидания. И пусть, Господь, Боже, совершится это чудо. Помоги, Господь, в вере осуществлять, в вере двигаться, в вере молиться, в вере, Господь, приближаться к Тебе, ожидать чуда, ожидать исцеления, ожидать проявления Твоей силы во имя Иисуса Христа, именем Иисуса. И мы связываем всякую демоническую власть и силу. Мы связываем всякую немощь и болезнь на этом месте. И говорим Тебе, дьявол, Ты не имеешь права находиться в телах детей Божьих. Тела наши не для греха, не для болезней, не для проклятий. Наши тела для Господа. Мы искуплены драгоценную кровью. Мы принадлежим Богу. Наши тела для здоровья. Наши тела для благословения. Наши тела для Святого Духа. Господь, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Скажи, я отрекаюсь от всякой болезни, всякой немощи. Я отрекаюсь от неверия. И прямо сейчас я принимаю решение приближаться к Иисусу, принимать от Иисуса, получать мое чудо, получать мое исцеление. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте поднимемся, драгоценные. И вы можете подходить вперед к сцене. Мы будем совершать молитвы.